Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаем работать с текстами Писания. Сегодня я вновь решила вернуться к теме символ веры и поговорить с вами о тех догматах, на которые опирается сегодняшнее христианство. Тема достаточно серьезная, ответственная. Мне бы хотелось, чтобы мы проанализировали данную информацию, сопоставили ее с заповедями нашего Создателя, которые даны в Богодуховенных текстах Единого Писания, нашли те искажения, которые присутствуют в данных текстах и которые приводят к разногласиям между верующими людьми, к возникновению всевозможных течений внутри самого христианства и к расприям между людьми различных конфессий. В конце концов, мне бы хотелось, чтобы мы пришли к единому пониманию Бога, к единобожию и к единоверию, которая лежит в основе всех религий. И в первую очередь, конечно же, в основе учения Иисуса Христа. И должно быть основой, безусловно, нашего символа веры. Ну, давайте начнем с того, что символ веры достаточно существенно изменился в течение времени. И его первая редакция очень сильно отличается от последней редакции. Первая редакция у нас появилась в 325 году на Первом Никейском соборе, а последняя редакция появилась после Седьмого Вселенского собора. И каждый собор вносил свою корректировку. И если первые редакции преподносят нам Иисуса Христа как Бога-человека, то в последней редакции он уже является истинным Богом и является частью Святой Троицы. Святая Троица – это единый Бог, который состоит из трех ипостасей, или из трех лиц. Первое лицо – это Бог Отец. Второе лицо – это Бог Сын. И третье лицо – это Бог Дух Святой. И все эти три ипостаси равноценные. Вот такой парадокс мы находим в символе веры, и достаточно сложно он воспринимается верующими людьми, поскольку это как бы не соответствует тем цитатам, которые есть в богодуховенных текстах Писания. Вот это вот, наверное, основное противоречие, о котором мы с вами будем говорить в ближайших видеоматериалах. И мне бы хотелось начать все-таки с заповедей. Что нам говорил Иисус Христос, что говорят заповеди. И, конечно же, самая главная заповедь – это первая заповедь. И символ веры как бы противоречит вот этой первой заповеди. Итак, как она звучит у нас во второзаконии. Израиль – Господь Бог наш, Господь един есть. Вот этой мыслью пронизаны все тексты Ветхого Завета. Иисус буквально повторяет эту заповедь, то есть она идентична, но дает конкретику. Итак, Святое Благовествование от Марка, 12 глава, 29-30 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». А дальше мне бы хотелось зачитать еще цитаты из этой же главы. 3-2 стих. Книжник сказал, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. Если нет иного Бога, кроме Господа Бога Вседержителя, то откуда появился у нас еще один Бог в лице Иисуса Христа? И Иисус предполагает вот это вот искажение, и вот что мы находим в текстах. Это у нас Святое Благовествование от Матвея, глава 7. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». А почему он так скажет? А потому что на сегодняшний момент многие, говоря Господи, сами не знают, о ком идет речь. О Господе Боге Вседержителе или о Господе Боге Иисусе Христе? И вот этот статус Бога, который появился у Иисуса, он как бы затмил Господа Бога Вседержителя. И многие люди на сегодняшний момент путают эти понятия, несмотря на то, что это совершенно две разные личности. Итак, давайте начнем с первого канона, символа веры. Я вам его напомню, несмотря на то, что в предыдущем видеоматериале уже зачитывала и указала вам на очень существенное искажение. Итак, как звучит первый канон? «Веруя во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». О чем говорит эта цитата? О том, что христиане веруют в единого Господа Бога Творца Вседержителя, который сотворил небо и землю, то есть сотворил всю вселенную, все видимое и невидимое. Видимое – это наш материальный видимый мир или миры видимого мира. Невидимое – это невидимые, тонкие миры, которые являются основой, созидающей основой для нашего материального мира и которые осуществляют контроль над всеми процессами в этом мире. Это и есть система Духа Святого, которая исходит от Отца Небесного. И в предыдущем видеоматериале я вам доказала, что только Господь Бог Вседержитель участвовал в сотворении мира. Это доказывают тексты. Несмотря на то, что есть у нас некоторые цитаты, которые вот к этой процедуре относят Иисуса Христа. И в символе веры во втором, во второй цитате говорится, «Им же вся быша». А в некоторых интерпретациях дается пояснение, что Иисус сотворил мир. Ничего подобного. Богодуховенные тексты это не подтверждают. Наоборот, подтверждается информация по поводу того, что только Господь Вседержитель собственной рукой сотворял все эти видимые и невидимые миры. Читаем теперь второй канон. «Ибо единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, им же вся быша». Вот мне бы хотелось рассмотреть эту цитату более подробно, и сегодня я буду говорить не обо всем. Ну, давайте начнем, что, да, мы веруем Господа Иисуса Христа, и Он является Сыном Божиим. Это подтверждают у нас тексты. Я сейчас зачитаю цитату из текстов Нового Завета, она идентична цитате из Ветхого Завета. «Он будет велик, наречется Сыном Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его». Вот если бы в символе веры так и осталось, что Иисус Христос является Сыном Всевышнего, то всем бы было все понятно. И совсем не обязательно было, подчеркивая Его божественную природу, давать Ему статус Бога, поскольку дальше говорится о том, что Он является Богом истинным от Бога истинного. Вы должны понимать, что это несколько разные категории. Несмотря на то, что мы тоже являемся Богами, Иисус Христос об этом говорит, что «Не сказали ли в законе вашем, что все вы Боги?» Но при этом мы должны понимать, что мы-то сотворенные Боги. А Он рожденный Бог. Но мы все рождены через человеческую плоть. И если обычный человек появляется путем соития мужского и женского начала, посредством контроля над этим процессом Духа Святого, то Иисус Христос появился несколько иначе. Он был зачат непорочно от Духа Святого и появился так же, как и мы, через женскую плоть. Вот этим мы отличаемся. Несколько отличается наша природа. Природа зачатия. Но мы тоже являемся сынами Бога Живого. И это доказывают тексты. Послание к римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, вадимые Духом Божиим, суть сыны Божьей». И в текстах неоднократно говорится о том, что все мы дети Божьи, сыны Божьи. И, конечно же, с одной стороны, нужно было как-то подчеркнуть особенность Иисуса. Но в таком случае, наверное, нужно было указать, что он является истинным сыном Божьим или истинным сыном Вседержителя. Поскольку именно этим мы отличаемся. Мы не достигли того уровня праведности, которого достиг он, и пока не приобрели нетленные тела. Почему ему дали статус Бога? Потому что в тексте говорится о том, что он единородный, о том, что он единосущный отцу. Но нужно правильно ведь понимать, это единородство и единосущность. Вот я сейчас зачитаю эти цитаты, на основании чего они внесли вот эту корректировку. Иоанна, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Смотрим дальше. Иоанн, 1 глава, 17 стих. Бога не видел никто никогда, единородный сын сущим недрюочим он явил. Насчет того, что Бога никто не видел, конечно, тут искажение идет, поскольку видел его народ Израиля, пусть в толпе огненном и облачном, но тем не менее он находился среди людей. Смотрим дальше. Еще интересное, конечно, уточнение, это у нас послание Колоссянам, 1 глава, 15 стих. Иисус есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И тогда он образ Бога невидимого, невидимого, единосущный, единородный, то есть имеет единую природу. Вы скажете, и у Бога нетленная плоть, поскольку он вечный, и у Иисуса. Я вам хочу сказать, что если у Бога нетленная плоть, она вечная, поскольку вечный Господь Бог, это доказывают тексты, это у нас абсолютное нетление, то у Иисуса Христа это нетление имеет несколько другую природу, подконтрольную свыше. Я сейчас вам объясню, о чем я хочу вам сказать. Итак, давайте начнем с того, что вечный Господь Бог. Исайя, глава 40, стих 28. Разве ты не знаешь, разве не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим. Если мы обратимся к текстам Корана, то там тоже говорится, вечен лишь ли Господа твоего. И еще есть одна цитата, которая это подтверждает. Это у нас 50 сура 38. Мы сотворили небеса и землю, и то, что между ними за шесть дней и ничуть не коснулась нас усталость. Так что Господь Бог вечен, Он не устает, и этим Он отличается от нас. Этим отличается уникальность Его природы. Иисус Христос, несмотря на то, что на сегодняшний момент приобрел нетление, и вознесся, и сидит одесную Господа Бога Отца, Он все-таки имеет условную степень нетления. И это я вам сейчас докажу при помощи текста. Такое условное степень нетления. То есть она подконтрольная свыше, подконтрольна Богу. Я сейчас вам зачитаю две цитаты, которые вам дадут понимание того, о чем я вам пытаюсь доказать. Итак, это у нас пророчество Даниила. Девятая глава, 26 стих. И по стечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. Вот здесь, конечно, говорится о распятии Иисуса однозначно, и о том, что Он будет после смерти воскрешен и вознесен. Предан будет и не будет. Ну, смотрим тексты дальше. Это у нас третья книга Ездры. Глава 7 стих 28. Ибо откроется сын мой Иисус с теми, которые с ним, и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет. А после этих лет умрет сын мой Христос, и все люди, имеющие дыхание. То есть, имея нетленное тело на сегодняшний момент, все-таки он подвергнется смерти. И обратится век древнее молчание на 7 дней. А дальше слушайте цитату, которую я вам уже неоднократно читала. И обратится век древнее молчание на 7 дней, подобно тому, как было прежде. Вот это объясняет некоторые детали в символе веры, где говорится о том, что он был от начала сущий, о том, что он был свет от света, рожденный прежде всех век. То есть, вот этот вот процесс эволюционирования человечества был уже неоднократно. И Иисус был сотворен раньше всех людей. И это было его предназначением, быть пастырем, пастырем человечества. Вот таким образом, посредством этих текстов, я объясняю то, что дано нам в символе веры. Ну, я думаю, что также посредством этих текстов я доказала вам, что Господь Бог Вседержитель, как Бог Истинный. Это более высшая ипостась, нежели Господь Иисус Христос, Сын Божий, поскольку Он все-таки является творением, как ни крути. Хоть и сказано, что Он рожден, но рожден-то Он от Духа Святого, зачат от Духа Святого, но рожден все-таки через человеческую плоть. Так что не может Святая Троица состоять из равноценных ипостасей, поскольку это совершенно разные категории. Во-первых, Господь Бог Вседержитель отличается и природой, и масштабностью тех дел, которые Он сотворил для человечества, поскольку Он сотворял весь мир, всю Вселенную, управляя всеми процессами. Иисус Христос только Сын Божий, Его посланник, который выполняет определенную миссию. Поэтому, когда в символе веры говорится о том, что Бог истинный, от Бога истина, то вы должны понимать, что это несколько разные понятия, и правильнее бы было написать, что Иисус Христос является истинным Сыном Божиим. На этом все. Всего вам доброго. До следующих встреч.